Мы продолжаем наши эфиры на Укрлайф ТВ, и мы хотим напомнить, что нашим другом и партнером является медицинский центр «Призма». И, конечно, мы благодарны нашим спонсорам на платформе «Патреон», к которым вы можете легко присоединиться. А с нами на связи экономический эксперт Юрий Гаврилевичко. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Дмила. Ну, Юрий, давайте поговорим, поскольку вы же эксперт экономический, давайте поговорим о главной теме, которая сейчас всех беспокоит. Вот недавно там предприниматели выходили под Верховную Раду и под администрацию президента, чтобы понять, как дальше жить. Даже столики выставляли такие и показывали, что проблем на самом деле много. Давайте немножко о том, как мы будем выходить из карантина, на котором мы так долго находились. И есть ли шанс, что мы достаточно быстро вернемся к какой-то нормальной, привычной для нас экономической ситуации? Пока что предприниматели не выходили. Они, как в известном советском мультфильме, Барон Хаузен интересовался у Джина. А не будет ли столь любезен, многоуважающий Джин, что-то сделать? Потому что выходили, это когда под кабином будет стоять 50 тысяч народу. Вот это выходили. А когда несколько сотен, это не особо выходили. Вот честно. Мало того, поводом выйти послужил известный скандал с Нандэпом Тищенко и ситуация с рестораном «Вилю». Когда, вроде как, одним можно собираться и рестораниться, а другим как бы не очень. То есть протест вышел в основном против несправедливости, а не за всеобщую работу. Ну вот как-то так. Мы пока что не видим протестов предпринимателей. Именно как протестов предпринимателей, ровно как и значительная часть граждан Украины, продолжают бегать в намордниках, на самом-то деле изворачиваться и находить какие-то еще варианты заработка денег. Не протестуют при этом. Сложно оценивать, хорошо или плохо, но напомню, что борьба за права, она потому и называется борьбой, что подразумевает некоторые достаточно активные действия со стороны тех, чьи права нарушаются. Если тех действий нету, можно сколько угодно возмущаться в соцсетях, но ваше возмущение никому не интересно. На самом-то деле. Любой организованный протест требует как минимум трех вещей. Это цели, это самой по себе организации и это финансового обеспечения. Это и самая организация. Пока что трех компонентов в одном месте тоже нет. Потому что одни выступают за что-то одно, другие за что-то другое. Когда впереди 20 разных целей, то в общем-то очень маленькие шансы, что куда-то можно выйти. Разве что-то случайно попасть на одну из целей, которая кому-то будет интересна. Что же касается выхода из кризной ситуации. Но опять-таки вопрос не столько экономический на самом деле, а столько философско-политический. Потому что нынешняя ситуация с так называемым коронакризисом стала всего-навсего спусковым крючком общего обвала экономики на всем земном шаре. А вот причиной такого обвала стали два события, на мой взгляд, произошедших очень давно. Очень давно, это порядка 50 лет назад. Ух ты, ничего себе! Первое, они совпали по времени, я не могу сказать, что они были взаимосвязаны, но просто совпали по времени. Итак, первое событие – это отказ от золотого стандарта. В начале 70-х годов валюты всех стран мира превратились даже не в бумажки, а в фантики с надписями. За ними больше ничего не стояло. Сделано это было в рамках программы противостояния экономического с Советским Союзом, когда стало понятно, что военно-политическое состояние Запад так или иначе проиграет. А вот экономическое состояние может вполне выглядеть. Что опять-таки возводится к достаточно интересной философской концепции – разницы в цивилизации суши и в цивилизации моря. А вот Советский Союз – классическая в достаточном степени цивилизация суши, которая строится на мотивациях и целях. А вот так называемый Западный мир – классическая цивилизация моря, которая строится на основе выгоды. Напомню, что уже очень давно, больше двух тысяч лет назад, две подобные цивилизации, откуда все это пошло, воевали между собой. Это был Рим – цивилизация суши и Карфаген – цивилизация моря. Рим пользовался мотивацией и собственными солдатами, в основном, Карфаген – наемный армией. В военном противостоянии цивилизация моря фактически никогда не имеет шансов выиграть у цивилизации суши, разли что она будет на несколько ступеней выше в развитии цивилизационном. Она проиграет. А вот в экономическом противостоянии цивилизации моря как раз может потягаться с цивилизацией суши и, скорее всего, выиграет. Что, в общем-то, и случилось. Советский Союз распался, Западный мир остался. Но отказ от золотого стандарта привел к тому, что политика жизни за счет заработанных и накопленных денег сменилась политикой жизни в кредит. Жизнь в кредит – это, в случае, существование за счет будущих заработков, а если опять-таки вернуться к философии, за счет проедания ресурсов будущих поколений. И вот аккуратно к развалу Советского Союза весь остальной цивилизованный мир скушал ресурсов примерно на 10 лет вперед. Вот этого самого отставания на 10 лет в среднем от Запада хватило, чтобы экономически подавить Советский Союз. У которого, между прочим, несмотря на все фантазии наших диссидентов, был не деревянный рубль, а вполне себе золотой и даже алмазный. Потому что к 1973 году это была единственная валюта в мире, которая обеспечивалась активами. Больше таких валют не существовало. Это момент первый. Момент второй, который опять-таки по времени совпал, это к середине 70-х годов закончилась эпоха великих научных открытий. Фундаментальные научные открытия, по сути, закончились в это время. И все, что мы имеем сейчас, это своеобразный тюнинг или воплощение уже технологическое в жизнь того, что было придумано до этого момента. Соответственно, на сегодняшний момент, вернемся на минуту лет на 12 назад, в 2008-2009 году человечество съело ресурсов на 30 лет вперед. И такая возможность подъедать эти ресурсы получилась именно потому, что Советский Союз был развален и окружающие, близкие, далекие страны доедали его ресурсы. Вот ту самую капитализацию, которая была выражена в активах. Пока была возможность, доедали. Доели. Но все накопленное, в конце концов, заканчивается. И оказалась интереснейшая ситуация, что всего на Австрии меньше, чем два месяца существования в долг без пополнения ресурсов заканчивается серьезнейшим обвалом мировой экономики. Это не потому, что два месяца сейчас ограничительных мер и это так повлияло. Это потому, что мы к 2020 году, мы, весь мир, в среднем лет на 40-60 вперед, честно говоря, данные разнятся по виртуальному рынку финансовых услуг, съели ресурсы. То есть на полвека вперед мы их уже съели. То есть на сегодняшний день мы на 50 лет уже все слопали? Да, на сегодняшний день мы к 2070 году ресурсы уже слопали. Поэтому вот эти два месяца, это не два месяца кризиса и не два месяца проблем. Это существование почти что вакуума, потому что накоплений нету. И весь мир существовал исключительно за счет того, что нынешние наемные работники производили что-то, что позволяло отдавать проценты. А теперь этой возможности нет. Вот два месяца, увы, оказалось, что такой возможности нет. И система рухнула. Мало того, одновременно с этим рухнуло еще два веселых мифа. Первый миф о капитализме, как системе, где спрос рождает предложение и удовлетворяется. Спрос сейчас на качественные медицинские услуги есть? На препараты есть? На те же самые ивэйлы есть? На врачей есть? А где предложение? А нет этого предложения. И быть не может. По той причине, что предложение не рождается из воздуха. Для того, чтобы появились качественные медицинские услуги, нужно где-то и сколько-то времени обучать соответствующий персонал. Должны быть больничные и поликлинические мощности. Ну, как минимум, здания и оборудованные кабинеты. Чтобы пользоваться лекарствами, их нужно для начала произвести. Чтобы их произвести, нужно построить те же самые заводы и фармкомбинаты, обеспечить их сырьем, разработать рецептуру для производства этих самых препаратов. Много других действий совершить. Все это не появляется из воздуха. И сам по себе спрос ничего не рождает. Соответственно, миф о том, что рынок может саморегулироваться, или капитализм может существовать в условиях повышенного спроса, исчез. Следующий миф, одновременно который исчез, это о демократии. Масса ограничительных мер, которые сейчас введены, ничего в чем не имеют с демократией. Вы хоть в одной стране мира видели голосование или там референдум по поводу того, вводим карантин или нет. Но демократия предполагает опору на волю изъявления народа. Но хоть где-нибудь. Нет. Чрезвычайные ситуации, кто ввел в разных странах мира правительство, орган исполнительной власти. Хоть где-то парламентом это было поддержано или обосновано. Ну, хоть как-нибудь. Нет. Предварительно, увы, VR, но демократия тоже оказалась мифологемой. Естественно, в таких условиях мы не могли не прийти к экономическому кризису. Других вариантов просто быть не могло. И этот кризис очень надолго повторюсь, потому что ресурсы съедены на полвека вперед. Хуже того, в связи с тем, что отсутствуют новые фундаментальные научные открытия, нет возможности преодолеть вот эту полувековую дырку за счет использования новых инновационных технологий. На тюнинге ты далеко не уедешь. А вот новых технологий, которые могли в этот разрыв помочь преодолеть, их нету. Потому что фундаментальную науку тоже нужно было поддерживать, содержать. просто потому, что нужна сама по себе. И точно так же, как нас долгое время пичкали совершенно идиотским лозунгом, что деньги должны ходить за пациентом, я думаю, что вы там слышали. В реальности любая система, которая рассчитана на оказание перманентно каких-либо услуг, работает по строго противоположному принципу. В данном случае медицинская, деньги ходят за врачом, а не за пациентом. Потому что врачу нужно платить в любом случае, больны вы или здоровы. Вы никогда не знаете, когда вы заболеете. Но если платить ему только в том случае, когда вы заболеете, врача не будет, он займется чем-то другим. Ему же нужно за что-то жить, пока вы здоровы. Правда? Большую часть своей сознательной жизни абсолютное большинство населения Земли является здоровым или условно здоровым. Мы же не лежим в больнице в большей части всей жизни, правда? И не сидим в поликлиниках, не находимся на работу. В вторном лечении большую часть жизни мы здоровы. Вопрос. А на что врачи будут жить? Причем этот принцип, деньги ходят за врачом, в письменной истории человечества впервые реализовал, как странно и удивительно, Китай. Почему Китай? Врачи китайских императоров. Уже опять-таки по той же самой письменной традиции. Больше трех тысяч лет уже получали деньги, когда император был здоров. Умно. Соответственно, вся ее деятельность была направлена на профилактику заболевания. Потому что если император заболевал, это было чревато. Вплоть до смертельного исхода не только для императора, но и для врачей. Хороший стимул, между прочим, для работы. С мотивацией в виде того, что они, повторюсь, получали деньги, пока он был здоров. Да, такая система существовала как бы для элиты, но слушайте, принципиальный подход абсолютно спокойно можно распространить и дальше. Но другие, конечно. Именно поэтому нигде в мире страховая система медицины, как таковая, оказалась не готова даже к намеку на пандемию. Именно потому, что ресурсов нету и резко возросший спрос нечем удовлетворять. Мало того, именно в связи с тем, что мы сейчас подошли к ситуации о съеденных ресурсах на будущее, б, отсутствию работы для значительного количества граждан, сокращение потребления других вещей для многих, мы получили очень быстро беднеющий средний класс. Очень быстро беднеющий средний класс это первое и самое важное необходимое условие для будущей войны. Из экономических кризисов человечество традиционно выходило через войну. Одна небольшая незадача. В нынешних условиях война не поможет выйти из кризиса. Потому что все предыдущие кризисы все же таки опирались на модель потребления, связанную с тем, что люди проедали то, что накопили. Строили за то, что накопили. Производили за то, что накопили. Они не лезли в будущее. Мы сейчас залезли в будущее. Снова война это уничтожение значительной части активов и населения работоспособного возраста, между прочим. Которое только сейчас обеспечивает, точнее, которое только обеспечивает выплату процентов по сути за уже съеденные будущие ресурсы. Следовательно, война придет к еще большему ухудшению ситуации, так как никакого прорывного роста производительности труда, повторюсь, великие научные открытия закончились, мы не можем увидеть. Потребление будет снижено, снижено потребление, уменьшенное объемы производства, экономика будет схлопываться. Слопывающаяся экономика не даст возможность обслуживать долги. И вот здесь это уже на себе, насколько я понимаю, почувствовали международные финансовые институты и постепенно начали готовиться к подобному обслуживанию. Почему вы так думаете, что они начали готовиться? Потому что буквально две недели назад Международный валютный фонд простил долги 25 странам. Очень хотел это сделать? Нет, не хотел. Просто логика ситуации говорит о следующем, развитии ситуации, что в очень недалеком будущем. Страны начнут так или иначе требовать от кредиторов реструктуризации долгов, поскольку не смогут их выплачивать и худо-бедно смогут только их обслуживать. Но что самое веселое, если в масштабе всего мира государства решат отказаться от выплат долгов, мы, знаете, какую самую интересную картину увидим? для граждан ничего не поменяется, для промышленности ничего не поменяется. А для кого же поменяется? Для виртуального сектора финус-лук поменяется, он схлопнется, а все остальное останется работать точно так же, как и работало. Для него не изменится ничего. Инструмент кредитования это был частью механизма, и до сих пор на самом деле есть контроля над гражданами. Этот механизм постепенно начинает выходить из строя. Именно поэтому мы сейчас и видим попытки заменить механизм контроля граждан через систему кредитов на механизм прямого контроля через чипизацию, через ограничение возможности передвижения, совершение любых финансовых транзакций и так далее. Это не случайность, это не скажем так решение Билла Гейтса или его внезапно родившееся хобби. Это замена одного механизма контроля, который исчерпывает свои возможности, на новый механизм контроля. Вот такой прямой. Но повторюсь опять-таки, поскольку будем выходить из кризиса скорее всего через войну данный механизм тоже будет иметь свои сбои. Поэтому не включено, что в ближайшее время мы увидим появление новых философских концепций, которые будут объяснять мироустройство, каким оно должно быть после текущего кризиса. Как это связано с экономикой Украины? Вы собственно говоря, сами задали, но я приблизительно понимаю, но нашим зрителям давайте мы еще раз послушаем, как это связано с экономикой. Нам очень повезло. Как я уже говорил в нашей прошлой передаче, цитирую Евгения Комаровского, тому, кто ползет, падает не больно и не высоко. Так вот, нам повезло, что у нас и так состояние экономики из рук вон плохое. А долги? У нас есть долги. О долгах я уже говорил. Будем договариваться, мы будем вынуждены прийти к ситуации, когда государство вынуждено будет, прошу починить эту логию, договариваться о реструктуризации этого. Причем это понимают уже даже наши финансовые партнеры они же кредиторы. Скорее всего, именно в связи с этим МВФ сейчас переходит на программы краткосрочного кредитования от долгосрочных, с Украиной в том числе. Я так и не поняла, почему, как это связано. Потому что, смотрите, буквально неделю назад президент обещал. То, что я говорил проще, они отлично понимают, что кризис невозврата долгов будет повсеместным. и чем на более долгий срок ты даешь деньги, тем меньше шансов, что ты получишь их обратно. Ага, вот оказывается в чем дело. Поэтому сроки кредитования будут уменьшаться. И как раз переход с программы долгосрочного партнерства, условно говоря, к краткосрочным займам, я думаю, что станет новым трендом. Но подождите, для нас же это проблема, потому что этот стендбай это меньше денег на более короткий период. И я повторюсь, это же кредит, то есть его тоже нужно отдавать. Это не просто деньги, которые ты взял и ими можешь распоряжаться. Нет, это кредит, который нужно будет отдавать в следующем году, а у нас в следующем году еще, бог знает, сколько всего отдавать. Тем не менее, вернуть краткосрочный кредит, но по крайней мере чисто теоретически проще, чем долгосрочный. Почему проще? А, проще кредитору. Кредитору проще рассчитывать на что-то вернуть. Не для нас, для нас сложно возвращать и то, и другое. А для кредитора больше шансов, что кредит срочный вернется. Вот и все. Ну, из того, что вы сейчас сказали... Падать мы будем не сильно, но стабильно. Вот, вот стабильно. Насколько стабильно. По честному, очень стабильно. Очень стабильно. А можно вот об этом поподробнее, потому что вот прямо хочется узнать, кто будет падать стабильнее, кто будет падать менее стабильнее. Зависит ли это от отраслей, зависит ли это от смены деятельности, зависит ли о том, что средний класс много потеряет, а может быть, наоборот, не потеряет. Вот очень интересно. Мы продолжим этот мировой тренд, как вы говорите, что быстро обнищание среднего класса или нет? У нас был и так бедный, даже, можно сказать, нищий средний класс. Поэтому он особо не почувствует на себе изменений. Но он и так был бедный. Станет немножко беднее. Еще. И длиться эта ситуация будет достаточно долго. Например? Те же самые 50 лет. Да, давайте рассчитывайте на то, насколько съели ресурсов вперед, вот столько же придется и догонять ситуацию как минимум. Ускориться не получится. Увы, ах не выйдет. То, что в процессе продолжения тюнинга предыдущих решений у нас будет уровень технического прогресса повышаться, да, будет. Но будет ли это говорить о том, что мы будем намного лучше жить, но если оценивать улучшение жизни по техническому прогрессу, наверное, да. А если по доступу до качественного образования, качественных медицинских услуг, качественных продуктов, это все будет снижаться. То есть у человека будет более, скажем так, умная техника, но он будет более больным и более дурным. Ну, это какой-то совсем не оптимистичный прогноз, Юр. Ну, зачем делать оптимистичные прогнозы там, где для этого нет никаких оснований. этим занимаются пропагандисты, они им за это деньги платят. Юрий, ну, давайте тогда немножко о совсем вот такой ближайшей перспективе. Итак, если карантин закончится, ну, условно говоря, ну, давайте в конце мая, ну, вот грубо, 22-го числа, насколько украинская экономика готова будет на это отреагировать, если, например, денег вот не будет в таком объеме, как нужно. У нас там 10 миллиардов дырка в государственном бюджете, уже понятно, что кредит там, этот стендбай нам ничем не поможет, ну, в таком объеме, потому что он будет меньше. Кредит не должен был помогать, мы его не увидели. То, что получило бы правительство быстренько бы ушло в погашение предыдущих кредитов. Все. Ну, вот никак. Мало того, никогда деньги, точнее, ресурсы от Международного валютного фонда не шли в экономику Украины. Да, ровно как и большинство стран, где уже последние те же самые 50 лет МВФ никого не кредитует. Он выделяет ресурсы на поддержание стабильности бюджета. Вещь очень, на самом деле, абстрактная, малопонятная гражданам и совершенно, бесполезная в нашей ситуации. Почему бесполезная? Потому что в зависимости от того, как мы к этому относимся, хорошо или плохо, так и можно считать. Влияние, кроме нашего отношения, нет ни малейшего. А вот какие влияния есть? Что можно заметить, пощупать и посчитать? Когда буквально пару дней назад премьер-министр Денис Шмекер заявляет, что 40 миллиардов гривен из прибыли нафтогаза пойдут, точнее будут направлены к правительству на реализацию инфраструктурных проектов. Ремонт больниц, школ, строительство дорог и так далее. Вот это мы можем почувствовать и посмотреть. По крайней мере, местные бюджеты, получив эти деньги, смогут обеспечить местные же организации подрядами, соответственно, это рабочие места и деньги. То, что будет держать на плаву экономику регионов. Об этом имеет смысл говорить. Ну, тысяча гривен для пенсионеров не вещь, конечно, хорошая, даже в одноразовом варианте. Но в ближайшее время правительство столкнется с необходимостью выделения целевых кредитов на предварительно выбранные приоритетные отрасли, которые, в общем-то, должны вытягивать экономику Украины из той ситуации, в которой она оказалась. И это не только инфраструктура и не столько инфраструктура, потому что дороги нужны только в том случае, если по ним ездят, причем не просто ездят ради интереса, а перевозятся грузы, обеспечиваются связанные с государством. То есть дороги зарабатывают деньги не сами по себе, а когда они используются. Вот как вилка или ложка сами по себе вещи абсолютно бесполезны. Их ценность проявляется только тогда, когда в тарелке есть еда. Вот с инфраструктурами и проектами точно даже с вилкой и ложкой сами по себе. Ну хорошо, да, можно порадоваться, что они есть. Но они начинают приносить пользу только тогда, когда этой инфраструктурой пользуются. И вот для того, чтобы этой инфраструктурой пользоваться, должна быть разработанная программа развития внутреннего рынка. И вот уже сюда можно отнести и особые налоговые условия для малого и среднего бизнеса. Это изменение ставок и снижение общего налогообложения. И те же самые кредиты, пусть в программе 5, 7, 9 возможно будет что-то еще. Это то, что работает. Это и программа поддержки временно неработающих граждан. почему-то у нас выпало из дискурса СМИ, что 6 миллиардов гривен правительство Шмыгеля выделило для того, чтобы предприниматели, не работавшие в период карантинно-ограничительных мер, могли использовать эти средства, обратившись в фонд социального страхования на случай, что безработица, для выплат сотрудникам своим. Много или мало, опять-таки давайте посчитаем 9 миллиардов гривен пошло на то, чтобы выплатить тысячи пенсионеров. 6 миллиардов уйдет на то, чтобы сейчас выплатить наемным рабочим. Вроде немного, но если посчитать, что у нас всего, допустим, тот же пенсионный фонд имеет общий бюджет чуть больше 350 миллиардов, ну, сейчас возможно не то больше, в общем-то 15 миллиардов в течение месяца живых денег, вкинутые во внутренний рынок, это очень серьезные деньги на самом-то деле. Главное, чтобы они были использованы. Вот для того, чтобы они были использованы, эти самые карантинно-ограничительные мероприятия должны потихоньку сворачиваться, потому что толку от того, что у тебя эти деньги есть, есть тебе некуда их потратить, либо есть существенные препятствия в том, чтобы их потратить. Вот тогда начинаются проблемы. На что мы сейчас можем потратить деньги? В основном продукты питания. Мы не можем потратить деньги на услуги, мы не можем потратить деньги на промтовары с ограничениями. К чему это приводит? К дисбалансам на рынке предложения. То есть нет услуг, значит, те же самые парикмахеры, стоматологи, водители не зарабатывают денег. Если они не зарабатывают денег, у нас что происходит? Снижается их общая оборачиваемость. На самом деле. Почему я считаю, что очень правильным было решение выводить деньги пенсионеров? Потому что пенсионеры они стопроцентные потребители. Что это означает? Они практически не делают сбережения. Не то, что получили, тут же и потратили в тот же месяц. Скорость оборачиваемости денег у пенсионера практически равна количеству месяцев в году. Тогда как скорость оборачиваемости денег в экономике Украины в среднем около 2. Вот представьте, пенсионеры, деньги пенсионеров в 6 раз быстрее оборачиваются, чем все остальные. И они крутятся в основном на внутреннем рынке. И здесь для того, чтобы улучшить ситуацию, должны быть преференции для местного производителя, отечественного производителя. Значит, Украине уже сейчас имеет смысл начинать думать о выходе из всемирной торговой организации, о пересмотре условий соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, договариваться либо в частном порядке, либо с организациями. В общем, с Шахайской организацией сотрудничество имеет смысл начинать говорить о том, на каких условиях и как Украина может туда в индивидуальном порядке войти на самом-то деле. Но имеет смысл говорить с Ближним Востоком. У нас там может быть дополнительно, но на самом деле миллиардов 10-15 в экспорте если считать. Украина имеет смысл развивать отношения с Центральной Африкой. Юрий, а зачем нам выходить из этих организаций известных, из СОД, пересматривать договор с ЕС, если это не мешает нам спокойно разговаривать с Африкой, с Китаем и с другими странами? Это нам очень мешает на внутреннем рынке. Это мешает ставить тарифные барьеры на пути импортных товаров на внутренний рынок. Это мешает заниматься протекционизмом для отечественных предприятий. Повторюсь, миф о том, что спрос расставит предложение, уже разрушен. Точно так же, он разрушен в медицине. Та же ситуация касается абсолютно всех сфер. Деньги, как писал один известный корейский экономист, имеют национальность. Каждая страна сейчас цивилизованная стремится защитить свой внутренний рынок и организовать максимум преференций для отечественного бизнеса, который будет приносить деньги в это самое государство. Мы можем сколько угодно рассказывать сказки о том, что нам легче что-то где-то купить. Для того, чтобы ты что-то где-то купил, ты должен предложить тому, кто продает данное что-то, эквивалент. Если нет собственных продуктов или товаров, которые ты можешь предложить в обмен напрямую, либо в виде денег, что удобнее, потому что рынокменный никогда в жизни не работал даже в доклассовом обществе, то ты должен что-то производить. Почему в тех же самых штатах ты не сможешь ничего продавать на внутреннем рынке не имея определенную степень локализации производства? Ты не сможешь это делать в Китае, ты не сможешь это делать в Турции. Но это можно делать абсолютно спокойно в Украине. Это один из механизмов протекционизма. Хотите покупать электровозы General Motors не есть проблема. 50% собирайте всего здесь в Украине из местных материалов и на местных заводах. Никто не претендует на ваши технологии, на вашу ноу-хау. А вот железо, пластик, дерево и так далее большая покупайте покупайте вот здесь у нас. Пожалуйста, тогда это и будет синтетическая реакция на проблему. С одной стороны, вы покупаете качественный продукт, с другой стороны, обеспечиваете работу на внутреннем рынке. Это то, что вы называете локализацией, я правильно понимаю? Это только один из механизмов на самом-то деле. Есть мера прямого протекционизма. То, что производится в стране, должно продаваться и на экспорт и здесь. Но чтобы оно продавалось здесь, для него должны быть созданы определенные условия. Просто потому, что имея возможность получить доступ к более дешевым кредитным ресурсам и купить новые технологии, вас могут просто задавить демпингом и вы ничего с тем сделать не можете. Вот против Украины в разных странах, даже уже после вступления Украины в ВТО, продолжились антидемпинговые расследования. Нам рассказывали сказки о том, что мы вступим в ВТО и все эти расследования исчезнут. Ничего подобного. Насколько мне известно, ни одно антидемпинговое расследование, допустим, по украинским трубам ни в Европе, ни в Штатах, никуда не исчезло после вступления Украины в ВТО в 2008 году. Нам это ничего не дало совершенно. Зато мы не имеем возможности сейчас, разве что он чисто волонтаристский, но последний, кто это делал, был товарищ начинокомичный, ввести определенные заградительные пошлины на те или иные виды товаров. Почему? Потому что крупная компания, которая, по сути, может одалживать деньги под 0%, может продавать продукцию своего производства себе в убыток на каком-то отдельно взятом рынке для завоевания этого рынка. И делать это достаточно продолжительное время. Украина не исключение. Мы здесь можем получить товары или продукты питания аналогичные тем, что производятся в Украине, но по более низкой цене. Именно потому, что мы никоим образом не можем этому противостоять. Нет, с одной стороны, людям покажется, им будут об этом рассказывать, что вот смотрите, вот импортное, оно дешевле. Ну да, в течение года-двух, пока не убьется собственное производитель, оно будет дешевле. А потом цены резко встакнуты вверх. И никакой рынок не сработает. Почему? Да потому, что у местного производителя не будет ресурса, чтобы восстановить производство и составить конкуренцию. Конкурентный рынок существует лишь там, где государство жестко задает условия этой конкуренции и следит за их выполнением. Если этого нету, так называемый свободный рынок всегда и везде проходит очень простой эволюционный путь от мордобоя среди предпринимателей до физического их уничтожения и установления монополий. Любой свободный рынок развивается от большого количества предложений от разных производителей к одному единственному производителю с одним единственным предложением по максимальной цене, если этот рынок не регулируется и исключений не бывает. Вот если Украина хочет выходить из кризисной ситуации и развиваться, ей придется действовать точно так же, как действуют все цивилизованные страны, а именно идти по пути политики, протекционизма и ограничения. Ну, Юр, и вот последний, наверное, вопрос. Чтобы идти таким путем, о котором вы говорите, все равно нужно иметь какой-то запас денег, чтобы каким-то образом ими манипулировать. Очевидно, что сейчас у Украины с деньгами проблемы. Если напечатать, дырка в бюджете в государственном 10 миллиардов. У нас никакой проблемы с деньгами нет, потому что гривна никогда не была деньгами. А чем же она была? Из пяти функций денег. Гривна очень хорошо выполняла только одно. Итак, деньги должны выполнять следующие функции. Это платежную выполняют, расчетную не выполняют. Вы бизнес-план в гривне на год прописать не сможете, а если сможете, будете вынуждены туда коррективы. Частично, да, только частично. Эквивалентную деньги должны быть эквивалентом стоимости. Он, допустим, для наушников или для цветов может быть. Гривна может быть эквивалентом, а для средств производства или активов нет. Стоимость активов и средств производства у нас в чем пишется в долларах. Хуже того, украинские парламентарии уже очень давно умудрились законодательно прописают то, что гривна не является деньгами. Как это они сделали? Это понимает любой вменяемый человек, который хоть когда изучил экономику, когда смотрит на действующее украинское фискальное законодательство. У нас акцизы установлены в евро. Вот сейчас прямом в евро стоимость бензина у нас 60% это акцизы, которые установлены в евро. И которые растут в зависимости от курса или падают или растут? Которые растут в зависимости от курса. Чем ниже курс, тем выше акциз. На сегодняшний момент в стоимости бензина закупочная стоимость бензина импортного составляет меньше трети. Маржа продавца процентов 5-7. Но пусть еще 3% логистические расходы. Все остальное налоги. При этом на эти самые налоги у нас теоретически должны были бы строиться дороги. Да, хотелось бы. Строиться. То же самое происходит по абсолютно всем товарным позициям. Акцизы в евро. Гривна не является эквивалентом стоимости. Четвертая функция средства накопления капитала. Накопительная. С чем сталкиваются те, кто пытаются накопить деньги в гривне? Что она все время меняет свой курс, мягко говоря. Курс у нее плавающий. что у них не получится нарисовать какую-то планку, что они хотят купить и собрать эти деньги за какое-то время, потому что гривна обесценивается. Ну и наконец пятая функция, функция международных расчетов. В гривне не ведутся. Итак, из пяти функций денег гривна на сто процентов выполняет одну функцию и ограниченно выполняет еще две. Все. Гривна это не деньги. Может быть у нас дефицит не денег? Нет, не может. Не может, даже теоретически не может. Мало того. Почему же у нас тогда дефицит? Мы же должны что-то выложить в производство. Подождите, Юра, вы меня запутали. Вы слишком сложно все рассказали. У меня к вам простой вопрос. Вот где людям все же только говорят, что денег нет для того, чтобы кредитовать украинских производителей. Ну, это главный темп. Деньги есть. Каких производителей? Чего производителей? Как кредитовать? Кредитовать можно по-разному. Один из механизмов кредитования, между прочим, причем тут даже скорее даже помощь кредитования, я уже описал. Это те самые 6 миллиардов, которые из фонда соцстраха могут предприниматели использовать для оплаты труда своих сотрудников, которые все время не работают. Это помощь, да. Можно это развить в механизм компенсации работодателю зарплат для наемных работников на какой-то период со стороны государства путем целевой эмиссии без проблем. Ничего сложного в этом нет. То есть целевая эмиссия не проблема? Не проблема, целевая эмиссия в двух случаях как минимум. Первое, когда эти деньги пойдут на зарплатные проекты, потому что они тут же связываются в производимых товаров и услугах. второй механизм это система госзаказов. Приведу, ну, наверное, самое простое и понятное с нашими фермерами. Если государство гарантирует у фермеров выкуп будущего урожая и заплатит им деньги наперед даже эмиссион, это опять-таки не приведет никаким инфляционным изменениям, потому что через 3-4 месяца эти деньги адсорбируются в виде того товара, который фермер поставит государству. То есть денег можем напечатать смело, немножко напечатать не надо. Для развития внутреннего рынка, используя вот такие механизмы, можем напечатать. Я думаю, что если вы пригласите сюда в студию, он согласится со всем, Анатолий Апешко, вице-президент Академии экономических наук Украины, он еще лучше, чем я, сможет объяснить, каким образом, каким механизм можно использовать при целевых эмиссиях для того, чтобы это не вызывало инфляцию. Интересно, вы нас уже заинтриговали, будем искать его, будем искать с ним связь. Просто раздавать в виде соцпомощи вот это проблема. Действительно, вот такой путь приводит к инфляции. Если использовать по целевому функциональному назначению, может и не привести к инфляции. И, скорее всего, не приведет. Юрий, спасибо вам огромное. Мы были очень рады сегодня вас видеть. Впрочем, как всегда. Спасибо, Людмила. Надеюсь, наша следующая встреча будет с меньшим разрывом по времени, чем предыдущая. И уже после 22-го числа сможем поговорить о том, очередной порцией снятия карантинных ограничений. Что произошло? Вот смотрите, несмотря на разные видения, скажем так, происходящего, постепенное смягчение ограничений идет с разницей где-то в декаду. С 1-го мая принимают решение о том, чтобы открылись продовольственные рынки. Было такое? Да, было. С 11-го мая, соответственно, должны были открыться промтоварные магазины, нотариусы, парикмахерские и масса других учреждений. 22-е число это будет следующий этап снятия ограничений. Причем, насколько я понимаю, на заседании Кабмина в среду, буквально два дня назад, было принято решение о постепенном восстановлении работы общественного транспорта. Ну да, это очень важно, конечно. Как это за рамки? Это очень важно, абсолютно логично. Единственное, наверное, что из этого будет выбиваться, это восстановление работы метрополитена, которое все-таки связано, на мой взгляд, с решением технической задачи, а не политической, по восстановлению работы самого метрополитена. Никто такого эксперимента, например, на киевском метро, как его полная остановка, никогда не проводил. Поэтому, сколько он будет запускаться, я думаю, что сейчас там никто не может сказать. А это проблема? А это что, проблема? Это очень большая проблема. Да ладно. Да, опять-таки подскажите нам какого-нибудь эксперта, прямо в интервью, вот прямо, хоть мы сейчас и в эфире, подскажите нам эксперта, который мог бы нам об этом рассказать. Или напишите мне тогда в личку. попробую, потому что вещь достаточно сложная. Но общих инженерных знаний мне вполне хватает, чтобы, будучи инженером пообразим, если у вас какой-то механизм не работал в течение двух месяцев, то вы его вот так вот по щелчку, если и запустите, то риск того, что это приведет к поломке одной или нескольких, фантастическо. На самом деле. И поэтому для того, чтобы метрополитен заработал, потребуется провести массу подготовительных мероприятий, тестовых, пусков, многих других вещей. Это нельзя сделать быстро. Поэтому при всем желании не получится ни 11-го, ни 22-го его запустить. С другим общественным транспортом таких проблем меньше. По крайней мере, там те же самые автобусы, трамваи, троллейбусы в каком-то количестве ходили. И после техобслуживания и тестирования можно будет выпускать на линии, но намного проще. О чем это сделать? с метрополитом. Вот так вот. Так что декадность в выходе из ограничительных мер пока что предстою соблюдает. Поэтому я говорю, что после 22-го имеет смысл встретиться и посмотреть, что произошло за это время. Все договорено. Надеемся, надеемся, что вы найдете для нас время после 22-го числа, и будем очень рады вас видеть. Юрий, спасибо вам огромное. Вживую увидимся в студии. Да, конечно, есть такая мечта. Спасибо огромное. Спасибо, Юрий. Спасибо. Юрий Гаврилевич был гостем эфира на Укрлайф ТВ, за что мы ему очень благодарны. И мы благодарны вам, наши спонсоры, на платформе Патреон. Оставайтесь с нами. Это был Укрлайф ТВ. Укрлайф ТВ.